Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что в возврате обвинительного акта есть, скажем так, доля детей и следователя, и процессуального руководителя. Вот, потому что мы видим сегодня, что в Днепропетровске, ну, наверное, это по Украине, сегодня те недостатки уголовно-процессуального кодекса, которые есть, сегодня дают возможность следователю просто положить в тумбочку дело и не расследовать. И сразу от руководителя мы слышим, так вот, следователя, у него там по 20, по 30, по 150 дел. Но нас это не волнует, людей, которые страдают от этого. И получается, от вот этой неэффективной работы складывается имидж о том, что сегодня органы власти, в частности, милиции и прокуратуры, нет дела до нарушения прав граждан. И что фактически вот убийствами занимаются, терроризмом занимаются, наркотиками еще как-то так занимаются, а вот в отношении преступлений, которые касаются нарушения имущественных прав граждан, тут не... Это самое, как-то у нас дырка. Поэтому хотелось бы вот, Владимир Васильевич, мы в пресс-службе отдали список координационно-экспертной рады с пневнями общественных руководителей, электронная почта, телефоны для работы. Смотрите, Владимир Васильевич, если мы говорим уже о имущественных преступлениях, или, я не знаю, в основном, что волнует... Ну, с моей точки зрения, в первую очередь, население волнует то, что происходит там. Правильно? Преступность растет или не стоит? Растет на улице. В основном, человек, который живет... Я точно так, как его живут. Точно так вот, уходил на пенсию, 4 года, жил, то есть вот в таком же, как и все обычно, и работал адвокатом, и абсолютно не такие проблемы. Значит, по поводу регистрации криминального права. Знаете, что у нас сейчас новый волонно-процессуальный обход? Да. Согласно новому волонно-процессуального обхода, со всего судебного расследования у нас производится в рамках регистрации криминального права. Так? Правильно? Да, я извиняю. А вот сроки исчисления криминального расследования криминального права, они только со дня, начинают отчитываться, со дня уведомления о совершении преступления. Ну, у меня есть цифры, я вам могу сейчас продиктовать, но я думаю, что они вам практически ничего не продиктуют. Вот давайте, давайте, наверное, так. Я тоже самое сейчас вот сижу с руководителями милиции по каждому пункту. Мы сейчас разбираемся и хочу понять, где проблема, почему не расследуется, почему или там затягивается расследование и все остальное. Ну, как обычно, наверное, сто дней, да? Сто дней, вот через сто дней, ну, попробую вам доложить по этому вопросу, можно ли сдвинуть этот процесс или нет. Но опять же, из опыта работы, скажу, что есть некоторые преступления, которые, ну, достаточно долго расследуются, потому что происходит доказательств необходимых, проводятся следственные, внегласные следственные действия для того, чтобы закрепиться или ублюдить или опровергнуть этот преступление. Мне кажется, наверное, то, что у вас, это опять же уличная преступность, уличная преступность, но тут, конечно, надо обратить внимание. А, скажу вам сразу, по крайней мере, то, что я увидел, ну, где-то разные виды, от 16 до 30 процентов. Вот, и это, конечно, привожно. Достаточно привожно. А, как вы видите, это то, что зарегистрировано, а сколько не зарегистрировано, это, к сожалению, опять же, помощь ваша. Если она будет, значит, будем регистрировать вам больше. Пожалуйста. Можно? Есть или нет, субтитры, все-таки, я обращаюсь к вам прямо сейчас, сразу. Я хочу сказать, а я вам поручил, что я с названием РПД. Я думаю, что мы к вам подчиняемся. У меня с 23 декабря пришли вопрос о коррупции, буквально, о чистой коррупции моего руководителя, и на это закрываются глаза. Сегодня мне вызвали на допрос, что хватит в депутат. Вы сотрудник милиции? А? Жестер, правда, я даже в нем на правде. Вы сотрудник милиции? Нет, не несет в депутат. Я просто вообще... А вы, что у вашего руководителя? А, нет, я по-моему, руководителю Днепровцовского колледжа культурно-искурства Жора Вячеслава Сергеевича. У вас, вы говорите, что... Да, я 23 декабря, наоборот, это мое дело, на осмотрение, куча отписок, уже заведенный ЕРДР, и сегодня я прихожу, а мне говорят, ну, рассказывайте, что вы хотели. Оказывается, в этом же ПРВД уже нет дела. Сейчас, подождите, давайте, подождите, я думаю, много говорите, давайте конкретно. А когда у вас завединило, чтобы уголовно сделать? А вот 29 апреля, я и говорю... 23 декабря какого-то... Нет, 29 апреля заведенал ЕРДР, а дело началось 23 декабря, 2014 года. Так, ну, давай, дело заведенного... Вот, а вот только открыли, там, может, заходило, слезы напрасили, мне ответили, а зачем это надо? А что, давайте, кто наш... Возьмите, пожалуйста, все данные, запишите и пригласите. Ну, что у вас брал, есть и никогда ничего, и не поработать, я вам просто. Давай, я... Игорь Володимир. Меня зовут Владислав Владимирович, координатор громадского формирования, захоронения громадского порядка, самоборона Майдану Звукопетровской области. Как вам обращается? Владислав. У меня вопрос из двух частей. Они как раз касаются уличной злочинности и профилактики, и борьбы, это как раз формат громадского формирования. Другая часть вопроса у меня, что вы смогли познакомиться с ситуацией в батальоне Сечислава. Другая часть вопроса у меня, что мы формировали этот батальон, мы брали участь в принятти решения про его формирование. Ситуация, которая там склалась в последние поле года, у нас мы задовольняем, хотели бы ситуацию исправить и сделать так, как было задумано в зерцевой батальоне милиции, который предстоит Конституцию Украины и действует с Гитлой Украины про милицию, а не правильный для милиционеров, которые свободны в предыдущие годы и по негативности. Вы считаете, что в батальоне Сечислава плохо работает? Да, я считаю, что там управления отсутствие, а те люди, которые тимчасово выполняют руководство, они недостаточно компетентны, их морально-этичная качество продолжают покраще. Сразу отвечу, я про уличное значение, если я уже сказал, сразу же ответил, что у меня тоже это не устраивает. Рост по сравнению даже с прошлым годом, за вот эти последние месяцы, ну достаточно открытие. И мы сейчас разрабатываем ряд мероприятий, попробуем так, по сути, побороться. А по вопросу батальона Сечислава. Значит, ну, насколько я вот успел уже ехать и побывать, посмотреть несильные службы, мне тоже не понравилось. Мне показалось, что наши сотрудники, по крайней мере, из батальона Сечислава, я их видел, там тоже получил от меня какие-то претензии, ну вот, выслушал. Но мне тоже не понравилось, так и не понравилось. Вот сейчас вот я приехал буквально вчера, дал команду, чтобы разработали плавные мероприятия по подготовке их профессионально. Я могу передать вам? Пожалуйста. Так, давайте, с ним еще. Я вам прощения, вы, например, не видели. Про гражданские формирования, что в том плане заходов, який вы распроцовываете, чьи врахован, там, с органского права, что мы с ним уже занимались. Обязательно, обязательно. Обязательно. А я сегодня уже встречался и с органцами, и с правым сектором, и с остальными, и с всеми организациями, со многими с вами встречать персонажами. И мы обговорим все эти вопросы. Ваш телефон здесь есть? Да, телефон. Давайте телефонное решение, мы свяжемся с вами сейчас. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Вот это Игорь Иванович, начальник штаба Европейдан-Непрог. Три вопроса. Первый, это работа 102. Летом прошлого года не работала порядка двух месяцев вообще. Осенью прошлого года, обращаясь к вашему покорительнику, в глухой двери заработала, мы ехали оттуда 6 часов на место совершенного преступления. Иной раз потерпевшим скрыл от лица хулиганов приехать в милицию, вернуться обратно уже с нарядом, который не выезжал. На сегодняшний день тоже обратились там правозащитники в Европейдан-Непрог. Мы им не поверили, что ситуация не исправилась. Звонит 102, стоим под гостиничным комплексом «Парус», это не расстроено у нас, где периодически, к сожалению, едут подростки. Стоят там полтора десятка подростков, лет 13-15, там и звоним 102, на протяжении тех 10 минут, на 20 секунде идет салют. То же самое продолжается на следующий день. Это что касательно уличной преступности, помощи милиции. Просто возьмите это как сведение, может быть, у вас получится навести в этом порядке. Второй момент. Я был сотрудником работы в дорожном предприятии в недавнем времени. Это Державная предприятия, Деприкторская экспериментальная дорожная завода. Я отвечал за правые вопросы. Нашей команде удалось выиграть 29 судов. Пока мы сражались в судах, завод разграблялся известными лицами директора, и завдиректора по финансовым вопросам, это Глушко и Лупанин. Сотрудниками завода поданы десятки заявленных по невыклате зарплат, по разграблению завода. Председатель правкома ездил уже к замминистру внутренних дел. И сейчас к чему? 5 декабря прошлого года, когда на горячих были поймены речи, которые уничтожали оборудование дорогостоящее, возбуждено криминальное провадочное индустриальное райотдело по поводу того, что некий громов воровал у нас на заводе. Первые три дня были установлены контакты по телефонам, допрошены там несколько охранников, и была сложена уже практически доказательная матра для 191 возможной части лета. За это время, с 5 декабря, индустриальный районер сделал из этого дела, ну, как это культурно выразится, глухать. Мы добились того, что это дело было передано в городское следствие, общались с кончуком. Понимание на счет вирус-преденции абсолютно действует. Написали еще в конце февраля на личном приеме, мы не нагрели, в том наличный прием, установлено закон о время революции, он сейчас на это понимает. Пишем про план на 3 дня, 17 пунктов, что-то должны предоставить, должны следить за заводом, где-то подвести свидетелей, ничего не делается до сих пор. Начинаем писать, доходим до замминистра, спускается козинка, ну, как вы представляете, это, допустим, нашу географическую систему, и доводит до нашего сведения, что разграблено на сегодняшний день у нас есть документы по 25 миллионов гривен раскраденного майна, в городе Попетровске. Этим занимается аж исполняющая обязанности следователя, Алена Сюйсарчук или Сюйсаренко. Хорошая девочка старается, хотя Пачук обещал, что был следственной группой в опытной следователе. Ну, сомнение в опытной следователе. Документы, документы, мы говорим, они говорят, как установить эту шкоду, рассказывать, мы не будем без подробностей, рассказывать, где входящий документ, и что на сегодня, где взять, привлечь фонд Рашмайна. Машут головой, полный нор. Зато не вернусь. Я понимаю, мы с ним будем сейчас, кого он найдет. Нет, нет, я сказал минуту, я практически закончил. Смотрите, хотите, лучшее предложение сделать? Да. Я предлагаю совместно со мной послушать эту тему. С удовольствием. Все, давайте решим эту проблему. Давайте, ваш телефон есть, пожалуйста, возьмите телефон. И третий вопрос, короткий. Мы подаем заявление о преступлении, у нас мощная юридическая группа, грубо игнорируется, к сожалению, в том числе и опасным ОВД, криминальный касательный кодекс Украины. Даже когда мы уже додаем документы, даже когда указываем свидетелей, все равно люди... Дальше про это... Нет, 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 нет. У нас много вопросов. Вы обнаружили склады оружия, доложили, слава ОСБУ сработала. Мы очень мощно работаем. Но помощи в милиции, помощи КПД мы не видим вообще. К сожалению. Вы обнаружили склад с оружием, а милиция... Мы уже на штабе телевизору показали. Милиция не проагировала. Просто не проагировала. Просто не санкарезает. Я не знаю. Давайте я отвечу по этим вопросам. Это ясно все тут вопросов. По 102 тоже. Понятно вообще никаких вопросов. Значит, смотрите. По 102, ну я надеюсь, что если у нас, вроде бы как, губернатор должен поддержать и обратимся к сильным миросевым, чтобы они немножко нам материально помогли и служба 102 заработает по этому. Я вам обещаю буквально, думаю, что нам хватит, чтобы я сделала более совершенное, более... это сделаю. А вот, ну, третий вопрос, честно, я так не понял, что там, в чем там дело. Но если, если есть линия бумаги, то, пожалуйста, я вас приглашу на лично то же самое приемное заслушать. Давайте ее принесете. Есть даже с собой вот новую с подписью, с печать организации. У меня вопрос взаимодействия криминальной милиции по делам детей и службу справа детей районных и городов. Сегодня мы были на приезде в Крымчанском районе с семьей, которые упынились в скрупных жительных обставинах и детей сил. На заседании рабочей группы не было представителей криминальной милиции и нет полностью взаимодействия. Прошу вас сделать круглый стол в УВС Днепропетровской области по взаимодействию со службом справа детей и с криминальной милицией и Центром социальной службы Семидии и Молодежи и с другими структурами органов государственной власти и с правоохранителями. Ну давайте рассмотрим этот вопрос. Ну а вообще знаете, мы сейчас заводим такое правило и я думаю это для вас будет интересно и наверное правило что вот желательно проведение каких-то мероприятий особенно если вы планируете или хотите провести давайте с понедельника подавайте заявки и мы в течение недели рассмотрим и будет приятно и подогреваемся к этому абсолютно никаких проблем не будет абсолютно потому что вот когда проводятся неожиданные генеральные обречные не заканчиваются возле какими-то проблемами вниманиями когда это заранее подготовлено обследовано местно проведены необходимые мероприятия безопасных и не заканчиваются не заканчиваются тем более деть это свое профессор да пожалуйста я добрый день уважаемые коллеги я извиняюсь за запознание нашей группы но мы проходили певный досмотр что происходит сразу критики начинаем мы открыли свои даты особистые речи мали приявить что-то записывать но раньше такого не было я не знаю что-то может что-то изменилось было уже два месяца я лично по Днепропетровску хожу просто так гуляю а в Харкель почти на базар ходил так что мы находимся в государственном учреждении поверьте правила есть определенные правила я их точно так же соблютаю как и все остальные то на початку почему на початку правила будут следить я не буду задавать что вы там что записывали но хотелось бы нагадать меня прозвищем Романевки Виктор Михайлович я глава германской реализации Майдан Сячеслав член экспортной рады при ГУМВС области хотелося б нагадати про ті справи які сьогодні и прокурор області и новый губернатор я сподіваюсь дали нам обещанку что они будут раскрыть эти справа стосовно побиття и разгону майданевцев 26 листопада 8 травня 13-го 26 сечня 26 сечня 26 сечня біля ОДА вы знаете Ирина Владимирович вы напевно как людина місцева прочитали про вас напевно чули как такие призвища как вилку стубак и там еще много я скажу найвищие ланки которые были задействованы именно в этих злочинах попередний прокурор обещал нам что раскрыть как он вы знаете новый Виктор Володимирович пришел так же взялся за эту справу мы сподівались что мы таки побачим эти злочинцы на лаве и и последнее маленькое желание на сегодня и и и и и мы все уже сповпрацюем они реагируют на наши заплаты на жаль честно не завжди они там что-то но поднимают муку сразу и так зафиксировали будем 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 працювать так будем працювать я хотів би нагадати про гуртожинки някий пан Фоменко який тут в гуртавцях бігае по ГОМВС а мы его не можем притягнуть за злочини який он вчиняє над своими крепаками яких он вважает такими який мешкан в его гуртожинку який он притягивав незаконно то будь ласка и в эту справу Гриншкун Фоменко там 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 очень много это все подельники банкиры если они банкиры не можно чипать они грошей какие вы можете сказать вся традиция кто-то мне подскажет что есть прокуратура мы там начали все следственные действия выполнять потом прокуратура забрала сопровождали задерживание два человека поэтому прокуратура а потому что в общежитии там нужно готовить доплату там длительная история там проследование идет там есть руководитель который дает вы знаете это все что я хотел сказать что по Майдану все просто все все они все beaten но они не не мы знаем Уже нам милиция показала на проспектах Вещатки, что там працюют, проспедователи. Мы видели их фотокарты. Гробуем все еще и нет. Хочется, чтобы вы взяли и продолжили справу Виталия Андреевича Рухавей. Он занимался, пожалуйста, и вы также занимались. Здравствуйте. Забара Владимир Васильевич. Голова Ассоциации Девчонковской Ассоциации Украины. Я обращался с Каргой, то есть приносил, по поводу города Откутского. Там три года жильцы, которые в центре, не могут ни спать, ну ничего. То есть там круглые сутки АТБ, там буквально 5 метров. Там происходит распитие спиртных напитков, спирнословие и так далее, и так далее. Дозвониться они в Апостоловское райотдел не могут, там никогда никто трубку не берет. Выезжала комиссия, вот у меня ответ перед глазами, то есть повторно мы хотим обратить. Выезжала комиссия, вот ответ есть, значит, 20-го, 12-го, 2014-го года подписал МАНЗА. То есть они выезжали, написали, что там все утрясли, все уладили, все договорили, все прошло, проходит. То есть ничего, там ни шланбаум не поставили. То есть повторно вот это я принес, то есть ничего было не сделано. А? Бумага нашла? Да, пожалуйста. Вот это вот бумага, это да, да. Хорошо, ваш телефон. Да, да. Здесь есть? Да, вот здесь. Хорошо. 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 Я тоже опять по индустриальному РВД, они уже третий год не могут найти моего ребенка. Описывается прокуратура областью, там я в тройник попал, не на прием ничего, не говорят, сам хочешь ищи. А ваш зовут? Вадим. Решение суда и все, никто ничего не хочет делать. А что решение суда? Веди брат и дедыной до буси, я вдовес, а бабушка с моей дочкой где-то бегает там, хавается и... Есть какая-то зависимость? Да, пожалуйста, да. Да, главное не сказать, есть? Хорошо. Мне кажется, есть еще? Хорошо. Вячеслав Самуняш. Также по уличным разбоям у нас несколько армайских объединений занимаются динамики милиции. То есть мы закрываем точки наркотрогули, закрываем точки реализации, расписывания, выезжаем прямо на место преступления, у народа глаза и уши, они делают сигналы, мы на них реагируем. Арестовывать, естественно, мы не имеем права, мы блокируем. Вызывают милицию, которая зачастую через полтора часа только подъезжает. Не хватает у них оперативных групп, несколько организаций занимаются, открыты всевозможные уголовные дела. Да, если возможно, на базе, наверное, батальона Сечислава, где-то там не будет порядок открытки, какую-то гражданскую милицию, может быть, помощь. Нет, так я из гражданских формирований. Я еще сказал про церковь и милиции гражданских формирований, потому что ее практически не происходит. И не потому что нет инициативы с другого гражданства. Я не смог дополнить, не успел, то есть это практически созвучный вопрос. У нас большая проблема в этом роде. Я перепрошу, можно я в этом же контексте два слова. С правой в том, что батальон Сечислав, он походит из самообороны Майдана, потому что там, ну, вот, перша ротация, особовый склад, все были фактически из самообороны. Переважная большинство из козацких громадских организаций. Планувалося, что бойцы этого батальона в легальном поле будут обеспечивать громадский порядок в месте Дніпропетровский, Дніпропетровский область. Через то, что отсутствует управление, педру, вот, ну, фактически не можем этого задеть. У нас не было бы проблемы с współпроцей между бойцами батальона, которые есть, с коллекционерами, громадским формированием. Потому что это, по сути, одна структура, только разные ее уровни. Ну, и вот я поддерживаю человека, он вам правильно говорит. Ситуация насколько серьезная? Потому что приезжают крышующие, зачастую вооруженные огнестрельные... Да, коллекционеры не выходят. Мы с голыми руками выходим на них, пишем всевозможные заявления. Многие заявления даже в реестр не уносятся. Мы сообщаемся, боремся. Вот суть есть. Проблемы. Значит, с вами был. Менеслав, можно я отвечу, да, по этому вопросу? Ну, насколько я знаю, точно так же, как я выслежу с законодательством немножко, ну, насколько позволяет мне это. На следующей неделе должен быть принят закон о полиции национальной. Значит, там этим законом предоставляется возможность создания местной милиции. Насколько я... Ну, как будет принято, мы не знаем, наверное, как они там договорятся. Но, с моей точки зрения, достаточно хорошая идея. И, в принципе, если она будет выполнять функции и обеспечиваться здесь на местном городе, наверное, будет это реальное обеспечение, достаточно хорошее, и техническое обеспечение. То, наверное, и выполнять им свои обязанности будет достаточно хорошо. Мы также создали Ромальскую Раду, и выводы члены этой Рады, если эта Рада будет... Значит, я обязательно присутствую на этой Ромальской Раде, обязательно мы с вами обсудим там вопросы работы ваших подавлений. Но еще раз говорю про батальон Сечислав. Ну, вы знаете, по крайней мере, то, что я сейчас еще увидел, я не думаю, что они сейчас готовы выйти сейчас на патрулирование улиц. Вот они охраняют сейчас блокпосты, ну, пока, и то, дай бог, дай бог, чтобы там без проблем, кажется, он прошел. Я бывший человек, как военный, и считаю, что солдат должен быть подготовлен во всех отношениях. Особенно это, когда касается жизни, здоровья и оберегать безопасность людей. В нашем составе... Инициатива, прекрасная инициатива. Ну, вот, как вы говорите, пришли, разгромили, забрали, или что там сделали. А вы понимаете, что вы вполне вероятно уничтожили вещественные доказательства? Нет, ничего не разгромили. Нет, ну вы пришли, наверное, к Роману, я не знаю, что это... Ну, а как выражаете, пришли и так, разгромили, или что... Нет, заблокировали, ничего не разгромили. Ну, заблокировали, для того, чтобы, согласно нашему уголовно-процессуального кодекса, доказательства, добытые незаконным способом, уже не могут быть приняты чуди. Кого законы? Да, 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 да. Ну, стоп, 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 стоп. Ну, давайте. Я здесь признан закон соблюдать. А менять закон, наш, есть народные депутаты, ваша инициатива общественная, пожалуйста. Но закон должен соблюдаться. Тот же уголовно-процессуальный кодекс должен соблюдаться. И доказательства по криминальным проважениям должны добываться законным способом. Поэтому я спрошу, я готов выслушать любые ваши предложения. Знаете, как из опыта работы, скажу вам, если мы уже действительно идем в Европу, то большая часть информации, которая употребляется в милициях для расследования уголовных дел в Европе, она поступает от гражданского населения. И если будет правильно организовано взаимодействие с гражданским населением, значит и работа у нас будет правильная. Тем более и контроль, общественный контроль за действием милиции. Или полиции, как это уже. Опять же, законодатель решит. Поэтому, по ее предложению, мы немного будем с батальоном Сячеслав работать, подготовим. Я надеюсь, что вы скоро его увидите. Игорь Владимирович, просто для того, чтобы вы до конца понимали нашу позицию, мы как раз тоже за законность и порядок один для всех. Саме тому мы людей завели в батальон Сячеслав. У нас есть команда людей, которая готова туда зайти и поднять ревень этого батальона, тут зерцевого, понимаете? По громадскому формувальню так же. Само за тем, чтобы діяти в правовом поле, мы легализовали громадскому формувальнюю. Від вас мы чекаем... Ну, вы правильно говорите, поездки должны быть подготовлены. Это юридическая подготовка, это специальная подготовка. А мы не имеем возможности даже... Ну, вот в месте Днепропетровске, миллионное место, у нас немає базы на територии, на какую бы мы могли завести бойцов громадского формувания и провести с ними вишкил юридичный, медицинный, тактико-специальный, юридного заклада. У нас тоже самое. Мы будем сейчас тренироваться. Я. Да, я бы только у вас было желание. Ну, только с моей точки, вы за батальон Сячеслава, у нас три батальона, а еще и сама милиция. Вот хотелось бы, чтобы все остальные тоже принимали участие, нормальные. Вот за них бы тоже, почему-то так же выросли. Ну, давайте разберемся. По-моему, общественности, влупо все равно будет порядок. Я, думаю, не обладаю всю медицию, все батальоны. А це батальон за наше выгоднаментство. Все хорошо. Обязательно, все будет хорошо с ним. Пожалуйста. Подайте сюда. Игорь Владимирович, я таки... Я Шулик, Иван, мы танки кисло. Еще раз, я не научусь, что? Шулик, Иван. Иван Иванович, приходите. Вы понимаете, за последнюю полтора года несколько раз поменялся эшелон керевников силовых судов. Мы уже знаем, что каждый, кто появляется в обеспечении, мы выходим с душой, мы называем пакты, такие, что надо втручаться, и решать, уже закинчивать справу. Фактически, я не знаю прикладов, когда бы хоть что-нибудь было сделано. Иван Иванович, почему я говорю вам? Иван Иванович, я... Иван Иванович, я в выступах безкоштовно в подразделах украинской армии на Майдане брал участь. Иван Иванович, он у нас живет. И вот у него спалили хату. Ну, там сказали, само загорінься, замикать. Иван Иванович, я бы хотел, чтобы ее довели до конца, потому что, если мы покажем людей, которые занимались этим, а есть святки, которые знают, готовы сказать, кто это, то, значит, нет гарантии, что человек снова может исследовать, может образовать и все таки. Это Кобзар, Валерий Харченко, известная человек. Иван Иванович, я бы хотел, чтобы выручили тем людям, у которых все заявы исповедились. Заявы есть и в районе Бавритинскому, и в областне милиции. Хорошо? Все? Так, вы скажите, вы святки, вы не знаете? Валерий Харченко знает этих святки, кто был, бачил. Я приглашаю его к себе, если можно, вы к нему позвоните, чтобы он со своими святками пришел. Я приглашаю. Чтобы он сам так. Можно его телеком? Я ему позвоню. Ну, у меня сейчас нет. Есть доказательная база, абсолютно никаких проблем. А по поводу того, что меняется наш кадровый состав, ну, вы меня извините, и я же назначаю. А есть способ танцевать кадры. Побув-побув, и злиняв, побув-побув, и злиняв, и не пьет. Это не важно. Мы надеемся, что Валерий Харченко... 163, это Валерий Харченко, да? Так, 645, 063, 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 063. Я хочу вас попросить. Мы были на встрече у прокурора, ой, и у прокурора, у нашего гонернатора. Мы встречались, тогда вы еще не были назначены. Нас очень волнует положение, в которое сегодня есть РОВД индустриального ремонта. По прокуратуре мы поднимали вопрос с прокурором, потому что и по суду мы будем поднимать в генеральной прокуратуре. Потому что сегодня индустриальный район, суд, милиция, прокуратура, это Вечерский район Киева, умноженный там в кубик, 10-й степени. Поэтому мы вас очень... У вас конкретные претенции начальника милиции или в милиции вообще? Вообще, там что происходит? Мы хотели бы попросить вас о встрече, потому что мы располагаем информацией о причастности к преступлениям руководителей областного управления, них из подразделений, вот, они связаны с черными риэлторами, которые подделывают документы, воруют квартиры, переписывают эти квартиры, перепродают. Поэтому мы вас очень просим. У вас есть факты? Есть факты. И мы готовы написать об этом заявлении. Пожалуйста, отдайте заявление, ваше телефон скажи. Ночь 56, 175, 155, 18. У нас есть люди, частные предприниматели, которые занимаются риэлторством. И только потому, что эти люди не заблудили прокурору, сегодня они находятся под уголовным производством, женщину, с кормящим ребенка, отдали под арест, ну и много-много чего. Поэтому я бы очень просила вас, чтобы мы встретились с этими людьми, с адвокатами, которые имеют достаточный материал по тем уголовным материалам, которые сегодня находятся в суде и возвращают обвинительные акты, потому что непонятно, за что людей обвиняют. Поэтому очень полфункт. Еще раз я хотел рассказать, общественные знают и многие знают, что в Ленинском районе, в районе Пропетровска, первый заместитель Федоренко и Стредников, ранее судимый, осужденный судами, Захар Борис, заместитель Ленинской районной рады Стрельникова Александра Петровича и Федоревича Александра Петровича осуждены Ленинским районным судом. Продолжают работать и продавать жилье детей сыров. Эти факты установлены, но в данном случае они работают и продолжают. Они осуждены по суду за коррупцию и продолжают работать на своих должностях. Давайте так, по милиции. Если в милиции там работают наши кабанки, пожалуйста, давайте рассматривать этот город и осуждены. У нас есть юридическое принимание, которое работает уже 13 месяцев. И у нас есть топ-рейтинг отдела милиции по коррупции, по скаргам граждан, по независимости их работы. Так, первое место я готовы поддерживать несколько выступающих доменов. Это индустриальные районы. Другое – это Ленинский и Папинова на Домо. А третье – это Днепропетровский район. Днепропетровский район. Это на входе областного центра, Днепропетровский район. С 2009 года десятки заявок, может и сотни, мешканцев про незаконную забудовую. Закопленные береги в Ленинский и Днепропетровский район. Незаконную пробку лесу. Выезжают милицианти рядовыми. Нормальные хлопцы. Фиксируют. Смитки. Потом люди травят воду в колодцах, которые заявниками были. Валят хати, бьют. Люди заведут милицию, а там возникают попередние керевники, такие же самые, как ЗАЗ или ПЕЦ. Как индустриальные, они будут повторить. Одно и то и то и то и то и то. То есть, перейдите, обратите внимание на эти районы. А мы не до новых. Хорошо, Днепропетрович? Вы заходите. Я еще раз обращаюсь. Сейчас первая наша встреча познакомится. Для меня это тоже определенное количество информации, которую надо тоже перевалить. Сейчас надо с ней поработать. Я очень рад выслушать вас. Даже встретиться. Еще раз обращаю ваши внимания. Когда вы обращаетесь, когда взагали, ну, вряд ли мы чего-то добиваемся. Давайте конкретно. Конкретно. Есть лицо, есть факты. Будем разбираться. Мы каждому вас отчитаем. Телефон надо. Пожалуйста, запишите. Двадцать шестьдесят семь. Пятьсот сорок шесть. Один один один. Четыре. Двадцать шестьдесят семь. Двадцать шестьдесят пятьсот сорок шесть и четыре. Продолжение следует. Пожалуйста, звоните там. Вот этот вопрос. Я не слышу вас. А? Не слышу. По обслужению Тухов, тут меня Сергея Анатольевича. Я руководитель инициативной группы на Сево-Южный Самарский район. Уже с некоторыми ездил в Киев, заехал в некоторый районный посад. Каково Ваше впечатление после встречи с районным руководством милиции? Вы услышали нарекации. Я не могу говорить о руках. Я привык говорить конкретно. Я думаю, в городе мне это очень понравилось. Там, поскольку, когда все будет, там будет. По-моему, Сольчатске не понравилось. Там кошмар. Само в прямом смысле слова. А ты самому наследству досталась самая коррумпированная область в Украине. Вот поверьте, где я не работал, работал я во мной. В местах, вот везде так говоришь. Везде самая коррумпированная и все. Ну, наш марш. Везде, да? Причем... Там море самая коррумпированная. Да, вот видите, вот это самое. Так что, это такое, честно субъективное мнение. Давайте добиваться того, чтобы это было... Как в Одессе без коррупции? Как в Одессе без коррупции? Да, да. Это шутка одесская. Так и да. Так и да. Можна доповнение по батальону Сячеслав? У меня лист открытый до министра Авакова. Вони уже его туда надеслали. И хотел бы вам, чтобы вы были в курсе, скинуть... Ну, флешки. Кому скинуть? Почему у нас вот здесь, в штрафе задали? Передадите. А? Выпитали. А, у меня есть? Да. А? С призвищем? Да. Да. По руке. По руке. По руке. Потому что не так давно было достаточно рефонансное убийство. То есть убили девочку, спалили. Это было в районе 12-го квартала. Значит, до сих пор, к сожалению, установлен. То есть убийство не наден. Но в то же время, то есть я был свидетелем, как проходит именно процесс. Ну, поскольку. То есть процесс. То есть процесс. То есть процесс. То есть. То есть, честно говоря, ну, блин, профессионализм трудно вышел. Я все, что хочу сказать. Да, к сожалению, у гритвы не найдены. Насколько, сколько было потратено сил. То есть личное участие в этом процессе. То есть руководители городкового управления замок. То есть, ну, бессонные ночи и так далее. То есть. То есть. Ну, честно говоря. Он бессонной ночью присутствует. Не, ну, это да. То есть, невзирая ни на что, реально будет провели действительно антитанический. Пожалуйста. phenomenon. Пожалуйста. Общественная организация Укральевна. Наталья. Как же? Общественная организация. Укральевна. Моя просьба обратите особое внимание на вокзалы. То есть там работают одни и те же мошенники. Вокзалы. Нет, окен�анды. То есть одни и те же мошенники работают в цитутской национальности. Возле каждого обменника стоят ребалы. То есть это мы все знаем, это мы все видим. Каждый день я вижу, как кто-нибудь бежит в связавку, что люди там кричат, что его обманули, кинули, кезды. То есть хотелось бы на самом деле, чтобы это решилось. Это проблема, конечно, смотрите, травма про милицию и ликвидировали. И вот сейчас, только сейчас мы зарабатываем комплекс мероприятий, которые, чтобы сохранять там вообще равням, соблюдать это, охрану в должном направлении. Это вот я. Так что я думаю, что чуть будет надо. Надеюсь. Владимир Владимирович, на прошлой встрече с Вашими предшественниками задавался вопрос о кооперативе «Ветеран». Дальше в кооперативе, где происходит, ну, скажем так, издевательство с членами кооператива, со стороны председателя кооператива и работников милиции. После того, когда я подал документы Вашему предшественнику, пришли эти документы тем же людям в милиции, которые занимались расследованием. И они этим бабушкам и дедушкам, которые отработали по 50-60 лет, и это же одна бабушка, говорят, куда вы идете? Говорят, нам опять все это дело пришло, и мы, говорят, опять вам сделаем неприятность. И еще сильнее стали издеваться над этими дедушками и бабушками. Прошу вас обратить на это. С трудом есть, сотрудники милиции. И уже опять пришли эти документы. Ну и то, что пришли... Не сказали им, что... Хорошо, где заявление? Заявление у Пастыржа, у тебя все было в прошлый раз. Дайте хотя бы какие-то данные. Ну давайте я на свои данные дам. Хотя бы что мне нужно. А чего это там? Хорошо. Еще, пожалуйста. Игорь Евгеньевич, хотелось бы, знаете, чтобы ушла вот эта порочная привычка у наших органов, когда мы пишем жалобы на вышестоящее руководство и жалуемся на нижестоящие, то все жалобы возвращаются фактически к тому человеку, в тот район, и, как правило, ответ дают тот, на кого жалуются. Давайте попробуем с вами все-таки убрать это, чтобы этого не было. Давайте попробуем. Нет, я говорю о том, что все говорят о том, что давайте мы это будем делать, и все это продолжается. Давайте, если у вас жалуются... Я вам рассказал, что я сам лично рассмотрю ваш вопрос. Пока я так сказал. Если вы считаете, что я... Нет, нет, нет. Я в общем говорю, понимаете. Сейчас я поняла, что люди будут многие писать на вас, на мои районы, но если вы уже жалобы рассматривались, и жалуются на район, зачем отдавать жалобу в район? Все равно служебные расследования не проходятся, наказаний не делают. Субтитры делал DimaTorzok 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 Лучший день абсолютно. Хорошая, зачем вам? Пожалуйста, еще. Николай, давайте, вы. Я последний, хотел бы поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Следственного Управления УВС Монтарской области, которое доказало вирус директорам Основого Центра социальных слушаний детей и молодежи Капов Ирина Леонидовна, которых упрало детей сирен в 186 тысяч рублей, ее осенили. Большое спасибо Следственному Управлению УВС Монтарской области. Ну давайте еще. Илья Владимирович, последний вопрос. Там у нас по Бакановой, это по колледжу, было написано заявление в городское отделение милиции «Поттийка», такая фамилия у девочки, которая голодовки отчисляли, ну смысл того, что она написала заявление 17.03, это всего года, по поводу привлечения Бакановой за то, что она сняла полис, ну, будем говорить, службовью. Куда она писала заявление? В городское отделение. Городское отделение. Есть. 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 Монтарская оборудование по 15-му числу с Вячеславом. Именно по 15-му числу, Вячеславом. Да? Потому что хотели улучшить. Вот так сказать. Как можно улучшить. Да хватает такие. Все. Последнее. Значит, я вам обещаю встречи каждые две недели, обещаю отчитаться о работе где-то. Ну, как модно сто дней, но может сто один, сто двадцать, как получится. Вот. Ну и все сделаем для того, чтобы, ну, как-то улучшить работу на полиции. Вот это вас мало обещают. На добром классе. А? Конечно, только с вами. Спасибо большое.